Всем привет! Добро пожаловать в новый влог! Как я соскучилась по этим словам, практически месяц я почти ничего не снимала, какие-то отрывки, которыми мне хотелось поделиться, я вставлю в этот влог, но по большей части я скажу вам так, что я вынуждена была отложить камеру и просто самой переварить все происходящее, потому что, к сожалению, негатива была гораздо больше, чем позитива, а вы приходите на мой канал, как мне кажется, для того, чтобы как-то подзарядиться, получить положительную энергию, какое-то вдохновение, как-то развеяться, и у меня с этим были значительные сложности, не хотелось вас нагружать, у многих моих зрителей сейчас гораздо больше проблем, жизненных каких-то неприятностей, и одну из самых плохих новостей я озвучу в конце этого влога, потому что вы часто спрашиваете, и я сама впустила вас в свою жизнь, и мне кажется, что нужно расставить все точки над И, а сейчас я тоже хотела бы сказать, как оно будет дальше, будут ли выходить видео на моем канале, будут, если бы я решила его закрыть или перестать снимать, я бы, конечно же, попрощалась с вами, или как-то что-то сказала бы, потому что это не уважение к своей аудитории, которая была с тобой на протяжении многих лет, но лично в моем случае именно так, поэтому скажу сразу, да, что видео на канале будут выходить чуточку реже, не 2-3 видео в неделю, как это было ранее, а именно по настроению, по состоянию и по возможности. Я очень сильно надеюсь, что когда-то я снова начну испытывать такой же интерес, такую же радость ко всему тому, что было когда-то, хотя, кто его знает. У меня есть несколько интересных покупок к лету, это не дорогая одежда, давайте, наверное, в следующем влоге как-то покажу на себе обновки. Я сегодня не совсем планировала снимать влог, но такое солнце за окном, даже как-то лучше на душе, поэтому я решила поболтать с вами. Еще я, наконец-то, откопала свою старую новую косметику и начала краситься, как будто из зеркала на тебя смотрит какой-то другой человек. Я подоставала более легкие тональные кремы, обещала вам весенне-летнюю косметичку, но весна прошла абсолютно незаметно, поэтому о летних средствах я думаю, что мы еще успеем с вами поговорить. У нас вроде как наступает настоящая весна, становится тепло, поэтому я решила убрать свои свитера и какие-то теплые, кашемировые, шерстяные гольфы, или как, лонгсливы сейчас называют. В моем понимании это всегда было гольфом. Вот мои любимые базовые цвета, кстати, за окном все еще тепло, хотя на самом деле уже 8 час, часть еще отдаю, и девочки, сейчас покажу вам способ, как я складываю вот такие тоненькие лонгсливы и также свитера поплотнее, чтобы они постоянно не разваливались, знаете, чтобы это тоже было удобно хранить. Рукава таким образом не выпадают, в принципе удобно, не в принципе, а удобно. Что касается свитеров поплотнее, я уже все поскладывала, поэтому разверну и ради вас еще раз все сложу. Берем свитер, даже лучше, если он будет плотной вязки, он тогда совсем не развалится. Складываем рукава. Вот так. Теперь тоже сбоку скручиваем его. Оп. Что с этим? Оп. Ну ладно. Теперь вот тут, где горловина, еще раз. Горлышко можно завернуть внутрь. Вот так. Если горла нет, то вообще супер. И низ свитера нашего заправляем. Вы такое видели? Все свитера теперь можно вот так поставить в столбик, и все будет видно. При этом вещи не слишком помнутся. По-моему, это супер круто. Сейчас сажу и покажу, как это выглядит уже в организованном виде в шкафу. Бомба-бомбита! Я обалдею. За этими свитерами, за вот этим рядом, лежат такие более плотные, скрупные вязки, чисто зимние. А эти шерстяные, возможно, я еще буду надевать, если снова станет холодно. И у меня еще осталось место. Обычно его нет, если сложить по-другому. Те же вещи. Мы сейчас с вами находимся в саду. Покажу вам несколько изменений. И то, что меня очень радует каждую весну. Ну, это сакура так цветет. Она с нами практически 5 лет. И каждую весну она все больше разрастается. Уже таких внушительных размеров обязательно покажу издалека. Иногда вы спрашиваете, откуда у нас вот эти лампочки. Именно для сада. Я не знаю. Это Томак покупал освещение. Помню, что онлайн. И оно не было супер бюджетным. Но зато оно уже получается третий сезон. И до сих пор работает. Вскоре уже начнут цвести розы. Где-то, наверное, в июне. Здесь тюльпанчики тоже розовые. Причем не специально. Вот как-то так получилось. В самом начале я просила Томака купить магнолию. И она такая немножко бедненькая у нас. Потому что мне кажется, что ей здесь не хватает солнца. Но, во всяком случае, она жива. Здесь у нас радодендроны. Мне очень нравятся пионы. Но мы пришли к выводу, что эти еще красивее. Они, возможно, чуточку дороже. Но у них такие большие цветки. И они дольше держатся, чем пионы. Ну, и сами кустики тоже такие симпатичные. Правда? В виде шариков. Это, между прочим, Томак покупал то ли в прошлом, то ли в позапрошлом году. Они изначально были большими. То есть, их вырастили где-то там в питомнике. И мы привезли ее домой. И они очень даже неплохо себя чувствуют. Потом, когда зацветут, я обязательно покажу вам их. Ну, и моя сакура красивенная. Я не могу. Мне еще нравится, когда, знаете, такая аллейка. И сразу несколько посажено. Но хорошего понемножку. Мне кажется, что у нас вторая здесь и не поместилась бы. Но, боже, какая она нежная. Жалко, что не пахнет. Тогда вообще я бы, наверное, под ней и спала бы. Все время цветения. Томак уже разложил подушки, подоставал пальмы. Они с нами зимуют. Мы держим их в гараже. И Томак покупал для них специальное дневное освещение. Мне не так-то просто с ними парковаться. Но, как бы, ничего страшного. Все нормально. Еще несколько новинок для сада. Это буговила. Мы когда-то были с Томаком в Хорватии. И еще в самом начале наших отношений он как загорелся. Говорит, достроим дом еще первый. И купим буговиллы. И, собственно говоря, так и происходит. Все эти 14 лет буговиллы всегда с нами. Это такие интересные цветы. Они жесткие и не особо требовательные. Они любят солнце. И их часто можно встретить в каких-то южных странах. Вот в Хорватии, например, когда мы были на побережье. Там они везде как дикие растут. И в Италии тоже. А это олеандр. Он, конечно, более привередливый. Но цветет красиво и все лето. А это еще одна обалденная покупка Томака. Это скатерть. Пластиковая. Вот помните, как раньше были? Только у нее очень классная расцветка. Я даже сразу не поняла, что это не обычная текстильная скатерть. Он купил ее в Оби. И удобно будет содержать в чистоте. Можно протереть тряпочкой. И все с ней будет прекрасно. Сказал, что есть еще вторая где-то. Но я не знаю где. Мне все нравится. Оливковое дерево просыпается после зимы. Даже выпускает новые веточки, что не может меня не радовать. Здесь тоже есть такие маленькие декоративные плоды. И прикольно выглядит летом. А вот это, девочки, я даже не знаю, что за цветок. Наверняка вы подскажете. У нас такого никогда не было. Я увидела, я обалдела. Посмотрите, какие огромные соцветия. То есть это даже больше, чем наша кормовая, как я ее называю, гортензия. Она должна была быть вот этой такой красивой, инстаграммной. Мы еще больше на нее потратились, чем предполагалось. Но у нас она какая-то такая нестандартная получилась. А вот это нечто новенькое. Пару недель тому назад Томак занимался газоном. Мика сюда иногда ходит в туалет. Поэтому пришлось повыдирать в сухую траву в тех местах. Засеять новую. Ну и сейчас она восстанавливается. Я вот смотрю и думаю, что это за красные канистры у нас. С одной стороны, и со второй потом дошло, что это же ворота, если вы не поняли. А вот эту сетку повесили наши соседи. Для того, чтобы их красавчик кот не приходил к Мике. Она его в принципе не трогает. Она скачет вокруг него. Но все в стрессе. И поэтому было принято решение, что нужно как-то чуть больше отгородиться. Потому что иногда меня не бывает дома. И потом как достать кота. А это глициния. Боже, когда она зацветет? Вы мне говорили, что она может так сидеть года 4. Ну, сидит просто с веточками, с листьями. И потихоньку разрастается. Но цветения, к сожалению, не наблюдаются. Сколько ей там еще надо? А сейчас я пребываю в шоке. Потому что мне казалось, что просто дерево начинает распускаться. Его каждый год подстригают. Потому что оно становится супер большим. И весь двор в тени. И сейчас вижу, что оно еще и оказывается цветет. Такими нежно-зелеными цветочками. Интересно. Со стороны кухни у нас тоже буговиллы. Только маленькие. Они, наверное, когда-то вырастут. Непонятно когда. Мама! А вот это зеленое, вот это красное. Что ты говорила? Как это называется? Что? Айва. Вот мама мне подсказывает, что красное это у нас айва. Да. Мы ее посадили в прошлом году. Или в позапрошлом. Она вот так довольно рано цветет красненьким. Что-то симпатичное, желтое с нарциссами. Я вам говорила. Им здесь, по-моему, темно. И холодно. Поэтому они как бы в виде лука у нас здесь. Здесь розочки цветут целый год такими, такими желтыми цветами. И это те розы, которые плетутся. Видите, что у нас нет забора как такового. Ну как? Забора, за которым ничего не видно. Но летом, когда все распускается, то вообще можно полностью отделиться. В принципе, мы к этому не стремимся. Но красиво, когда все зеленое, когда получается такая живая изгородь. Еще у нас на участке есть несколько буков. Я их не совсем понимаю, если быть честной. Но у нас даже в прошлом доме целых три. Они сейчас вымахали до третьего этажа. Наверное, с этими будет то же самое, но это не точно. Потому что вот здесь в углу был точно такой же, как этот. И он не пережил прошлую зиму. Он засох. И мы снова его купили. Кстати, они сейчас так выглядят, как будто их листья засохли. И пока мы не поняли, что с ними такое, каждый год мы переживали, что они, наверное, уже все капут. Но они довольно поздно выпускают листья и выглядят вот так. Потом они станут такими фиолетово-зелеными. Это любимые деревья томыка. Наслаждаются ими. Дети так играют в футбол, что они позбивали нам все освещение. Нужно будет это ремонтировать. Ну и потихоньку всходит декоративная трава. Здесь она такая невысокая. Если помните, в прошлом году я показывала. А здесь вот эти мискантусы, мисканты в разных странах их называют по-разному. Но это одна семья. И они вырастают большими. И потом еще выпускают такие веточки. Здесь вот эти травы. Дальше гортензии. Как видите, сейчас они в таком состоянии. А потом уже ближе к лету. Посмотрите, какие заросли здесь будут. С одной стороны дома у нас получается гараж. И со второй более узкая часть, участка. Не могу сказать, что она прям супер узкая. Потому что видите, сколько здесь места. Еще и продолжение террасы. Мы хотели менять вот эти доски в этом году. Но не сложилось. Были заняты совершенно другим. Не знаю, возможно еще летом успеем это сделать. Если нет, то как-то потом. Почему меняем? Потому что очень сложно отмыть. И видно каждое пятно. Короче, непрактично. Это то, что нас больше всего тревожит. То, что нам не нравится. Гриль мы покупали давно. Но в обычном каком-то магазине. Где представлено там все для сада. Все для огорода в том числе. Купили отлично. Все с ним справляется со своей задачей на ура. И ничего не планируем менять. Здесь же мы храним машинку Игната. И еще два огромных холиандра. Как Тома ктягают вот эти горшки, я даже не представляю. Но я со своей спиной не могу ему помочь. И это два цветка, которые тоже зимуют с нами уже не первый год. Как видите, тоже чувствуют себя хорошо. Сама себя не похвалишь. Никто тебя не похвалит. Я решила испечь на гриль. Вот похожий хлеб, как мы с вами когда-то делали с сушеными помидорами. Но в этот раз с зеленью и чесноком. Конечно, пахнет на весь дом. Выглядит бомбезно. Его можно вот так кусочками отрывать. И не особо что-то вытекло. Предупреждали в рецепте, что может вытекать масло. Но все окей. Вчера была в Пепку. Купила очень красивую атмосферную лампу. Хочу поставить ее на небольшой столик. Типа как подставку. Но пока что не дошли до этого руки. Как лампу, собственно. Я тоже не принесла. Но освободила для нее место. Она будет здесь. Вечером включу и покажу вам. И как же я радуюсь порядку. В моем царстве. Это не все то, чем я пользуюсь одновременно. И вообще, помимо какого-то базового ухода, все остальное было для меня не особо актуально в последнее время. И для сравнения, это часть домика. Но зато у него 4 аромата. А мыло для рук у меня здесь лежит самое обычное, дешевое. Именно им лучше всего отливается. Отмывается спонж для макияжа. Я пока что крашусь в ванной комнате. Здесь у меня спецуход. Ни разу не делала массаж. Вот сколько? Больше, чем 2 месяца. Но я надеюсь к этому вернуться. Приборы Форео. Гуаша. У меня целых 3 скребка. Здесь же гель для этих микротоков. Сухое масло. Вот второй раз уже заказала. Это Клэрс. Но я обычно, вот если утром делаю массаж гуаша, я все равно его смываю под счет прыщей. Это для моих кожных вопросов. И тинт для бровей Эвелайн. Тоже нужно окрасить брови наконец-то. Здесь у меня находится мой базовый уход. И не только. Потому что специально достала вот этот лосьон от Холиленд. Он очень хорошо работает с забитыми порами, которыми я страдала в последнее время. Даже не просто забитые поры. Ну, короче, кожа у меня сейчас очень капризная. Лучше лишнего на нее не мазать, не экспериментировать. Поэтому все, скажем так, чему я могу доверять. Вот эта эссенция от SkinCeuticals. Просто роскошная. Линейка Fitocoractive. У меня уже меньше половины. На весну и лето взяла эссенцию от Misha Super Aqua. Также крем на ночь без SPF. И вот эта у меня еще нигде не мелькала. Это новинка от La Roche-Posay. Геалу-Б5. Супер увлажняющая. Я бы даже сказала, что она успокаивающая и восстанавливающая. Она с гиалуроновой кислотой, с витамином В5, с антиоксидантами и с SPF 30. Девочки, даже те тональные кремы, которые мне не зашли, я хотела их сильно разругать. Они так хорошо наносятся на этот крем. И плюс он дает суперское увлажнение, если у вас обезвоженная кожа. И SPF 30 это уже хороший фактор защиты в такую погоду, как сейчас. То есть еще не прям 30 градусов, но вообще можно пользоваться даже круглый год. Вот это ампула с витаминами С, восстанавливающая сыворотка Resveratrol. Ночью наношу ее, особенно если перед этим использую от прыщей, опять же, мою любимую сыворотку Effaclar. На всякий случай, я всегда покупаю еще и гель Effaclar Duo, но как-то вот эта сыворотка, когда было все совсем печально, я наносила ее даже не локально, а на все лицо. Подсушивающие от прыщей Holy Land, линейка Double Action. Автозагар, калистар, тут все без изменений. Крем под глаза, я вам показывала, это пьюрита для ресниц. У меня два раза подряд был ковид и плюс война. Короче, мой организм в шоке от стресса и свою красоту я тоже потеряла, так же как и спокойствие. X-Lash. Сейчас пользуюсь, пытаюсь восстановить речнички. Не нравится мне вот эта ночная маска от Sephora, не советую ее брать, есть гораздо лучше. Хотя бы там какие-то корейские. Если я что-то раздавила у себя на лице, то вот такой успокаивающий, подсушивающий, подлечивающий лосьон. Очень хорошо и быстро убирает покраснения. Опять же, от забитых пор достала вот эти пэды. Нужно включить их в свой уход. Так раз в недельку. Обручи, девочки, потому что мне так мешают волосы, нужно их постричь. Это бальзам для тела. Очень классная, недорогая мицеллярная вода от польского бренда Saraya. Я купила ее всего за 13 злотых, по-моему, в Росмане. Да, ну мне кажется, этот бренд везде представлен. 99% ингредиентов натурального происхождения. Ну не знаю, хорошо смывает косметику, там убирает тушь. Гидрофилка, я вам говорила, это Миша, любимая ЦРВ. Но мне как-то в какой-то коробочке красоты, по-моему, Look Fantastic попался вот такой очищающий гель для кожи. Он универсальный, подойдет каждому. Пенится неплохой, не сушит кожу, не стягивает, но довольно быстро расходуется. Вообще, бренд и кукинг я тоже очень сильно люблю. Ну, понятное дело, расческа. Такая она красивая, правда? Девочковая, дезик. Не самый лучший спрей для объема волос. Именно поэтому я им пользуюсь редко, потому что не то чтобы супер-пупер. А это мой улучшайзер настроения. А так, люблю этот аромат. Мисс Диор Блуминг Букей. Когда-то, когда мы куда-то летели, я не помню, давно, не сейчас. Я его купила и забыла о нем. Это роликовый аромат, то есть он с таким как бы шариком. Вот такой он не разбрызгивается, не пачкает одежду и нежирный. Такой нежный, пионовый, чуть фруктовый, но все-таки больше вот именно нежнейший пион. Так, закрутить одной рукой не пройдет. А во втором отделении, в выдвижном ящике, у меня, конечно, сборная солянка. Короче, здесь все средства гигиены, что-то запасное, куча зарядок. Не поняла, от чего каждая из них, но не выбрасывала, так как может оказаться, что это от чего-то томаковского. Лак для волос. Просто для того, чтобы иногда усмирить какие-то волоски, которые есть. Массажем тела я не занимаюсь, хотя очень даже нужно. Иногда вы спрашиваете меня, чем я удаляю волосы на ногах, например, там в каких-то зонах бритвой. На мне это работает лучше всего. Здесь у меня все маски, которые у меня есть. Я даже вот специально убралась и думаю, наконец-то начну их делать. Вот, не только маски, вот это гель такой успокаивающий от Holy Land, но мне он ничего не увлажняет. Просто после чистки все как-то быстрее заживает и убираются украснения. О, боже, я разучилась снимать покраснение. Украснение, что это вообще было? Тут у меня все для тела. Сколько всего расплодилось, я в шоке. Раз, два, три, четыре средства после загара. Но многие из них уже начаты. И когда вот остается столько, я потом беру с собой в поездку, чтобы закончить и выбросить, а не возить туда-сюда. Автозагар для светлокожих. Вот это то, что надо. Я буду выглядеть гораздо свежее с ним. Нужно намазаться. Девочки, потратилось. Купила в Дугласе вот такую вещь. Это сентропэ, типа экспресс-загар. Особого загара не дает. Еще и быстро смывается. Короче, я с ним протанцевала. Такие муссовые штуки я наношу перчатками из Алиэкспресс. Очень удобно. И я беру темные, чтобы они не так быстро пачкались и окрашивались. А тут у меня для похудения. Очень вовремя перед летом. Но в ближайшее время начну пользоваться вот таким гелем, который подарила мне моя зрительница. Она присылала мне огромную посылку из Греции. И там столько всего было интересного. Я, по-моему, даже засняла это, но забыла выложить. Там был вот этот гель. Все так с душой. Очень красиво было запаковано. Поэтому даже приятнее будет пользоваться, зная от кого это и как я это все получила. Куча чего-то запасного. Там зубные щетки для унитаза, зубные пасты. Так что теперь... Ну, я не знаю, для кого это может и непорядок, но вы просто не видели до. А это все лишнее. Я, правда, еще убиралась в наших прикроватных тумбах. И теперь мне нужно посортировать весь этот мусор и вынести. Закончился сезон ретинолов. А вот это просто маска родом из ада. Я раз ее нанесла и поняла, что я еще не все видала в жизни. Это маска для проблемной кожи. Вот Холли Лэнд. Вот только, не знаю, наверное, в кабинете косметолога под присмотром специалиста. Иначе вы рискуете остаться без кожи или как минимум ее обжечь. Но у меня не настолько, наверное, плотная кожа, которая способна это выдержать. Поэтому даже не боюсь кому-то передаривать. Я лучше выброшу и больше не буду приобретать. И закончившийся крем. Ну, здесь вот остатки, но я уже не хочу. У нас больше 20 градусов. Последние дни я боюсь использовать ретинол. Это был очень хороший крем, который не вызывал у меня шелушений, раздражений. Покупала на iHerb. Jeffrey James Botanicals. Помимо того, что он как-то так делал кожу более плотной, он убирал мелкие постакна. Кожа с ним сияла, становилась более свежей. Ну, ретинол, что вам сказать. Но он мягкий. При этом еще и восстанавливает. Как бы выполняет функцию ретинола, еще и не пересушивает. Так что повторим обязательно. И, девочки, сейчас я хотела бы открыть посылку от своей зрительницы. Это не реклама в таком, знаете, обычном, наверное, проявлении. То есть это не рекламная интеграция. Я увидела, что моя зрительница делает такие красивые свечи. И говорю, я с удовольствием тебя поддержу. Эта посылка у меня, вот чтобы не соврать, наверное, еще с января или с февраля. Я проболела два месяца. Я тот человек, который два раза подряд переболел ковидом. Я не знаю, вы знаете таких? В моем окружении таких есть несколько. И вчера мне тоже как-то так странно было. Я думаю, господи, хоть бы не третий раз. Потому что это уже вообще не вписывается в рамки какого-то здравого смысла. Что вообще сейчас вписывается? У меня нет никакого ножа, никаких ножниц. Поэтому позвольте, я отлучусь на пару секунд. Боже, как вкусно пахнет. Зрительницу зовут Марго. Она из Украины и живет в Польше. Вот так. Называется ее инстамагазин. Я обязательно оставлю вам контакты внизу. Симпатично так все запаковано. Слушайте, я сегодня настолько рада, что я снимаю видео. У меня даже гораздо лучше настроение. И еще плюс 100 от этих ароматов. Бергамот и апельсин. Инстасвеча. Очень красивая. И она еще и пахнет так, что ее хочется откусить. Жалко аж зажигать. Грейпфрут и белый чай. Непонятно или понятно. А это воск, залитый в такую как бы формочку. Видите? Интересно. Как яблоко. Разрезанное. И здесь такой фетель, как в моих любимых свечках, которые трещат, как костер. Тоже трещащая свеча. Сейчас как порасставляю, девочки. Ух ты, интересно. Она сама вот так расписывает эти формочки. Марго, отпишись, пожалуйста. Такая она стильнючая. И тоже такой же фетель. Не знаю, как вам. Мне всегда нравились вот эти такие человеческие тела в форме свечей. И теперь у меня есть мужчина и женщина. Такая секси парочка. Я думаю, что я поснимаю с ними пару рилс или сторис. Прежде чем зажгу их, и они там расплавятся до половины. Это очень красиво. Соевая свеча. Что это за аромат? Ванилла Уд. Но это, знаете, не такая ванилия, от которой болит голова. Очень приятная, мягкая, уютная. Свеча в темном стекле коричневом. И такой же фетель. Мне кажется, я сегодня могу себе устроить спа. Мы вообще-то с Марго не договаривались, что будет так много разного, интересного и красивого. Но мне очень приятно, правда. Есть диффузор, к нему палочки. Это дикий жасмин и бамбук. И спрей для комнаты с белым чаем. Давайте сразу пшикну. Ой, слушайте. Можно на себя? Я попробую. Я в домашней одежде. Но это так свежо. Я бы с удовольствием носила такой аромат. Я вам на полном серьезе говорю. Красотень. Спасибо большое. Спасибо. Хотите, расскажу вам практически анекдот. То, что меня сейчас отвлекает и успокаивает эта уборка и расхламление. За неделю, мне кажется, я добралась туда, где не бывали мои глаза и руки уже почти пять лет. Так вот, вчера я помыла, почистила и можно даже сказать, постирала большую часть своей зимней обуви и все, в принципе, было бы ничего. Но я выставила все на террасу. За день, когда было солнце, все хорошо высохло и потом, что включился полив газона. А у меня стояла обувь вот здесь на краю террасы и все снова намокло. Мало того, у нас сейчас все цветет, вокруг очень много полей и у меня машина не черного цвета, она в такой желтой пыльце и то же самое произошло с обувью. Камера, наверное, не передает, но все покрыто таким желтым напылением. Я уже чуть-чуть тут постряхивала, но как будто такой налет появился. Еще к влажной обуви, она так классно прилипает. Короче, такое со мной произошло. Господи, мне аж полегчало. Как будто проще дышать в прихожей. Она у нас довольно маленькая, сюда мало что помещается, но у нас, конечно, много барахла. К счастью, там я вчера принес лестницу из офиса, поэтому я смогла запрятать все наши лыжные костюмы и оставила только какие-то курдские, которые дети надевают в школу или вечером, вот еще прохладные, висят жилетки. Сюда, в такие контейнеры из икеи, я поскладывала все для чистки обуви, какие-то детские кепки, легкие шапки, а зимние наверх убрала. А еще, девочки, моя жизнь изменилась с появлением вот этой полки для обуви из икеи. Я не знаю, почему у нас ее не было раньше, но теперь здесь хранится детская обувь и кроссовки Томака. Еще какие-то зимние ботинки Томака, но пусть он уже сам разберется, потому что у меня сил не хватает, и мне еще нужно будет перемыть обувь мальчиков. Также нашла свои резиновые сапоги, наверное, сейчас буду гулять меньше, но все равно помою их. Я думаю, что когда я чуть разберусь с другими делами, мне нужно будет еще поискать такой ершик, потому что он у нас уже подустал, чем-то окрасился, и я его только что пылесосила. И все равно, мне кажется, что есть какие-то пятна. Его нужно где-то заказать, вопрос где. Наконец-то у меня получилось освободить место для летней обуви. Вообще, для начала ее найти, потому что обычно все сезонное я убираю. И помните, я покупала вот эти подставки из икеи для второго ряда обуви. Отлично, мне кажется, нужно взять еще несколько, может и здесь поместятся. Вы писали мне, что похожие есть на алики еще и в разных расцветках. Но если я найду, оставлю вам ссылки внизу в инфобоксе. Я как-то решила купить по месту. И со второй стороны у меня также свободное местечко для того, что я недавно покупала. Ну, а тут внизу у меня какая-то обувь на каблуках и также шлепки. Вот вы мне советовали, что когда они помещаются, что-то типа вот так, да, то можно поставить, как у меня сейчас. И тогда все не тесненько, а очень даже отлично. Теперь можно расслабиться и пойти выпить кофе. Ну и самая плохая новость, которую я должна озвучить, чтобы не поступали вопросы, куда делась Мика. Как ее дела? Я скажу коротко, не вдаваясь в подробности, потому что это очень больно. Я пообещала себе, что мы будем проживать эту потерю в кругу нашей семьи. Я не собираюсь как бы паразитировать на этой теме и как-то хайповать, как сейчас принято говорить. Нашей Мики больше нет с нами. И на протяжении года мы боролись за ее жизнь. Мы обращались к красным докторам. Мы попробовали все самые мощные таблетки для поддержания состояния и капельницы. Ничего не помогало. Все усугубило еще и анемия. Ее мочевая вся вот эта система не работала. Это врожденные патологии. И все произошло настолько быстро. Когда-то на протяжении года где-то понимаешь, что рано или поздно это произойдет. Но потом вот так раз и все. И я успела записаться на утро к ветврачу. Мы еще утром с ней гуляли. После обеда ей стало плохо. Я позвонила в ветклинику. Они уже закрывались. И уже было нечто похожее. У нее были вот такие спады и подъемы в состоянии. И я позвонила, говорю, можно мы придем утром, посмотрим, как она будет чувствовать себя ночью. Они, да-да-да, и на 11 часов мы должны были пойти к ветврачу. Но, к сожалению, до 11 утра она не выжила. И она просто-напросто начала задыхаться, кашлять кровью. Короче, вы себе не представляете, насколько пусто сейчас дома, в сердце? Мы не планируем больше брать собаку, и кота, и попуга, и даже хомяка. Во всяком случае, сейчас. Потому что ты очень сильно привязываешься. И есть две группы людей, которые сразу берут нового питомца для того, чтобы как-то заглушить свою боль, но продолжать дарить радость и заботу животному. А есть те, кто долго приходит в себя, и, наверное, я отношусь ко второй категории. Как вы понимаете, период сейчас не из лёгких. Это только то, что я могу сказать о члене самой близкой семьи, с которым вы заочно были знакомы. Я не то, чтобы больше не хочу получать вопросы о Мике, я просто не хочу на них ещё раз отвечать, потому что каждый раз ты возвращаешься, и тебе так же больно, так же больно. И из всей этой ужасно грустной ситуации я вынесла для себя урок, что я умею сдержать обещание быть с кем-то до конца. На этом я буду заканчивать этот влог. Не хотела, чтобы он был на такой грустной ноте, но такова жизнь. Я верю в то, что дальше будет лучше, и мы с вами будем обсуждать более позитивные какие-то темы. Я целую вас, берегите себя, и надеюсь, что встретимся с вами совсем скоро. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok